А? Во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во. Интернет в России может подорожать на 15% в 2024 году. Ну, незначительное, наверное, повышение-то, собственно говоря. Я не знаю, сколько вы платите в месяц за свой интернет. Во-во. Сколько? Ну, в рублях. 700. 500, 500, 800, 900, короче, в среднем 700, 600, плюс 15% к этим 700, не, ну, неприятно, конечно, но в любом случае, в любом случае ваши 500, 600, 700 или даже 800 рублей и рядом не стоят с тем, сколько мне приходится тут платить в Америке, как бы в долларах, конечно, хуйня, но если это в рубли переводить, ебать, 6 тысяч рублей в месяц я плачу за свой интернет, играем в Майнкрафт в соседнем парке, гении сделали аналог Майнкрафта для смешанной реальности, о май гад, Да, но проблема в том, что туда спрыгнуть нельзя, то есть ты как бы яму откопал, Ну ты же туда не провалишься, ты будешь ходить по ней как бы и все, вот, это во-первых, да, во-вторых, а можно ли построить дом? Ну как бы да, который у тебя будет в твоей реальности, но дом при этом, в который ты сможешь зайти, тебе будет казаться, что ты внутри дома Было бы неплохо, а я бы в таком жил, да, в реальной жизни я бы сидел просто на траве, но где-то у себя в голове, скажем так, да, Мой мозг видел бы совсем иное, да, как будто бы я сижу в каком-то доме, и так бы я жил всю жизнь, вообще даже палатка теперь уже не нужна, просто сидишь в своем доме буквально Где-нибудь там, я не знаю, в центральном парке, блядь, на Манхэттене Я такой, ебать я крутую, у меня свой дом в центральном парке Да-да, который я построил сам На рэпера Биг Бабу Тапи завели дело о пропаганде наркотиков Протокол на Егора поступил в Никулинский суд Москвы Ему вменяют статью о пропаганде запрещенных веществ в интернете Дата заседания пока неизвестна Ранее в нескольких городах России концерты рэпера отменили после заявления Екатерины Мизулиной Которая требовала проверить Биг Бабу Тапи, а также Кизару и Кишлака на пропаганду наркотиков Заебало, блядь Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Я опять Екатерина Мизулина Приходит много гневных писем о концерте некого Холидэй Бой После того, как в соцсетях тиктокера были обнаружены проукраинские высказывания жителей Крыма Попросили его высказать позицию по вопросу проведения СВО Но получили отказ и концерт из-за этого был отменен Менеджер блогера, комментируя отказ поддержать нашу страну Заявила, что они не идиоты, чтобы портить себе репутацию из-за двух концертов в Крыму Теперь люди требуют отмены его туров по всей стране И я с ними солидарно С каких пор у нас с поддержкой СВО стала вредить репутации Направлю материалы в правоохранительные органы с просьбой дать оценку его высказываниям Бля, направьте кто-нибудь уже Материалы в правоохранительные органы на Мизулину Затравлю в интернете Да и вообще не только в интернете Уже в реальной жизни Просто ни за что Она буквально высасывает из пальца поводы Ну реально уже хрень какая-то полная Ты реально на моего деда похож Ой, бля, так вот Реально уже высасывает, я не знаю, из пальца всякую хуйню Ну это же пиздец Ой, бля, я не знаю вообще То есть теперь, чтобы давать концерты Ты должен в обязательном порядке Высказать свое мнение или какую-то поддержку Касаемо войны Кухес, кучат, где-то ты шоск Не надо нам на сто лет, пожалуйста Да Фу, бля Нью-Йорк Тайм признали, что обосрались Газета опубликовала заявление В котором признала свою ошибку Освещение фейкового взрыва в больнице в Газе Мы должны были быть более осторожными И более четко проверять информацию Заявили в издании Ага, ну понятненько, понятненько А, бля, мы и не думали А шо случилось-то? Так После того, как жена разраба японского хоррора Донт Скрим Якобы попала в дурку после нескольких часов игры Он решил протестить свою игру на Маме Пиздец, блядь, минус, мать Она еле живая осталась Что ты блять делаешь вообще Я не хочу играть в эту игру Она какая-то реально ебанутая Ну игра я имею ввиду Алина спасибо за рейд Всем привет Всем ку, всем хай, всем хлоу, всем хлоу Всем привет, всем добро пожаловать Всем ку, всем хай, всем ку, всем хай Не реально Ну это ж пиздец Там какие-то стрёмные скримеры Сука Это будет реально тяжело проходить Учитывая, что один крик И ты заново игру проходишь Ой бля Что опять О су Я су Блять, что за Да что ты сюда донатишь, дебил Это смешно Я не знаю, мне донатят Постоянно скидывают Мистера Биста, блять Я не знаю, зачем Я гей А что тут смешного, реально Ладно, если бы он упал С легионом свободной России Нет Я только сейчас узнал, что там было какое-то интервью Так, значит, что у нас тут получается Столетняя британка объявила шоколад и виски своим личным эликсиром долголетия Она утверждает, что её здоровье и долголетие обязаны большому количеству фастфуда и сладостей в рационе А также регулярному употреблению крепких напитков При этом женщина призналась, что никогда серьёзно не боролась с такими вредными привычками Ну, звучит как хуйня какая-то, согласитесь Вот, потому что Ну реально Ну что это за бред Это просто генетика Вероятнее всего Или она просто пизданулась Сами понимаете, женщине сто лет Ну мало ли какую хуйню несёт Правильно, свои-то сто лет У меня дед Дожил до восьмидесяти с чем-то, по-моему При этом бухал всю жизнь водку Многоуважаемый эфир Сусятина Здравствуйте Обращаюсь от лица тех, кого вы обрекли на томительное ожидание Когда же, блядь, Штефанов Ты даже четкого ответа не даёшь Скоро Так я не знаю, когда он будет Он будет, но я не знаю, когда Поэтому ответ не даю Вот, капитан Флинт, спасибо тебе большое Вот, жрал водку Да, его парализовало, конечно, в какой-то момент жизни Но он продолжал жить Понимаете, он продолжал жить Вот Так, всё Мне перестали крипто-доллары скидывать Поэтому обидно Вот Больше Вот Короче, всё это хуйня По поводу там Алкоголя и так далее Потому что Тут как повезёт, на самом деле Чисто рандом Ты можешь бухать Как чёрт И до ста лет дожить А можешь выпить И завтра умереть О, мне три доллара пришло Спасибо Кто? Кто? Кто-кто-кто? Опять Ромос Что-то я не понимаю Ты Спасибо тебе за ещё 3 бакса Спасибо Создан симулятор грин-карты Чтобы развенчать 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 миф О доступности миграции в США Чего, блядь? Институт какого-то там Создал симулятор под названием Green Card Game Цель проекта Показать самим американцам Насколько сложно Получить разрешение На работу в США Каждый игрок Проходит все этапы На пути получения Green Card Игра Рассчитает Приблизительное время Получения документа Расходы Опишет различные сценарии В зависимости от Исходных данных Конкретного человека Урок игры Говорят эксперты Простой Получить легальный статус В США Намного сложнее Чем думают американцы Огромное число Субъективных факторов И удача Играют Большую роль В шансах иностранца Мигрировать в Америку Получается Я эту игру прошел И прошел успешно Вот Ага Концовка порадовала Но у меня хорошая концовка Да Так Очередной опрос В чате у Никоглая 21 тысяча зрителей Около Четырех тысяч Проголосовавших Бывает Три с половиной тысячи Из двадцати одной тысячи Бывает Бывает Нормально Нормально Ребят Не накрутка Однозначно Проголосавших